всем доброе времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью мы снова в лесу так и сразу же вот мы только-только заходим смотрите сразу же вот красноголовики вот видите сейчас опять нашли вот эту полянку то вот уже насобирали ой маленького подопнула какого вот так вот потихонечку собираем грибочек за грибочком пока лёша режет покажу вам опять кому-то нравится я вам очень благодарна что вы оценили то что я для вас снимала природу вятского края нам очень нравится в таких лесах знаете как бы если честно сказать грибов уже у меня наношено и грибов был меня уже и хватит но как вам сказать азарт наверное азарт но детям у меня братся за грибами не ходит ему отвезу ну в общем вот вот так вот эти какая красота кругом мы ехали когда на машине там вообще очень красиво вот если остановимся на обратном пути я вам немножечко поснимаю ну все на сегодня хватит вот смотрите набрали красный эти красивые такие красноголовички какие красавцы вот эти все хорошие такие вот я на сушку вот тут вот собирали вот осенничек вот так вот красноголовик это подосиновик а то там где-то спорили у меня в комментариях он растет подосинами отсюда и название подосиновик он с красной шляпкой обычно и поэтому его мы зовем красноголовик под березами растут подберезовики это а бабки мы зовем вот вот такая вот красота вот мы поедем вот туда домой вот ту сторону но еще по дороге поснимая немножко лет сейчас такой красивый да из машины едем снимаю насколько возможно как красиво осенью вот очень я люблю вот когда вот такая осень тепло солнышко такая красота кругом все вот это в красках такие да яркий вообще вот по такой дороге мы ездим в лес сейчас попробую продолжали здесь уже у себя в комнате природа вам показала грибы вам показала собирали мы еще это вот вот тот день который я вам сняла и еще после этого у меня приезжал брат из кирова с женой с катюшей и ездили мы в общем еще за грибами уже для них набирать вот они уже увезли и насушили мы и им сразу сделали и перебрали они сейчас в морозилку вам в общем сделают и наелись вот так что в общем грибов нынче не сказать что прямо у нас море но без грибов мы не остались а сушеные грибы вот я немножко хочу про переделку грибов до сказать сушеные грибы держу их вот в таком контейнер потому что вопросы есть контейнера такие продаются фикс прайсе где там они продаются светофоне наверное да они с очень плотная крышечкой грибы перебираем да и сушу вот в таком виде хотите можете сортировать у меня есть один такой контейнер еще с прошлого года чисто белых грибов ну потому что были то прошлом году очень много белых грибов так сушить нужно до такой степени но это для тех кто не понимает да вот видите они ломались если он у вас будет гнуться гнуться значит это не досушенный гриб должны ломаться вот храню в таких контейнерах контейнера так они плотные хорошие закрывается в темном месте простоит у вас много лет а ничего не будет значит бывает что много заготовишь грибов до гриба грибы допустим на следующий год остаются что я делаю я выбираю какое-то время достаю грибы пересушивать к пересушить просто в сушилку их кладу но на ярус и до раскладывание на дочка включая за шелку обновляю и да вот так вот чтобы они там не застаивались иначе у вас потом может мало ли появится какой-то неприятный запах или еще что-то и вы грибами потом не сможете пользоваться поэтому я каждый ну есть остаются вот игру с прошлого года у меня остались белые до грибы поэтому я вот так потом белые грибы я нынче уже пересушил их просто перебрала ничего там перед ну как бы не надо просто в сушилку буквально на полчаса я ее включила обновила это все понимаете воздухом снова они вот так вот по были в контейнер обратно все я сложила контейнер в это время я снова протерла все он чистенький идеально сухой должен быть чтобы не дай бог у вас там ничего не попало до воды чтоб влажности не было иначе грибы могут запреснивать и испортиться поэтому грибы стоят у меня много лет сушеным виде хорошо такие грибы переносят транспортировку вы можете их отправить по ссылке куда захотите мало ли родственникам у которых грибов нет вот будут вам довольны они будут скажут вам большое спасибо следующий способ заготовки грибов у меня это заморозка замораживаю грибов много целый морозильный ящик у меня всегда заполнен грибами значит подосиновики белые подберезовики что у нас там маслята бывают если если это будет ассорти да я делаю значит режу на такие кусочки какие мне нужно и заморожу порционно в салфановых пакетах и вот в морозилку опята опята видели прошлый раз показывала вам мы не успели значит запятами они переросли они у меня пошли уже на а на отваривание их уже отвалила и в отварном виде уже их замораживаю те грибы которые они отварят замораживают они у меня идут на супы на жульенные но можно жульенные и отварные но на супы на грибовницу обязательно нужны не зло не отварные грибы в заморозке, потому что они уже отварились и весь вкус отдали той воде, да. А если вы будете жарить грибы, то вполне реально, пожалуйста, можете грибы отварить и заморозить, да. Это опята, это маслята, это лисички. Такие грибы у вас всегда пригодятся зимой в хозяйстве. Можно их на пироги, можно их использовать, жарить с картофелем, можно приготовить с курицей, в общем, жульен можно с грибами приготовить, соусы различные, в общем, море всего, да. Так, забыла вам сказать, что сушеные грибы тоже использую на супы, на запеканки. Все рецепты у меня есть. Грибовница чернодырка зимой очень вкусная, соусы различные можно делать, пироги, конечно же, картошка с грибами, ну, в общем, много тоже рецептов, да, курицу делаю с сушеными грибами, очень вкусно получается. По-моему, тоже рецепт есть, если нет, зимой попробуем обязательно. Далее, следующая заготовка у меня была, это икра грибная, тоже многим понравилась, и многие посмотрели. Я вам выкладывала икру грибную с маслятами, делала, она такая была светленькая, если будете с белых грибов делать, она тоже будет светленькая, а с лисичек будет желтенькая, то есть, какие грибы туда у вас попали, такого цвета будет у вас грибная икра. Вот это у меня подосиновики, они, видите, темные, поэтому вот она такого цвета. Нынче у меня с подосиновиков икра грибная сделана. Заготовка, тоже у меня рецепт есть в плейлисте консервации, я сейчас внизу еще оставлю, вверху вот здесь вот, посмотрите, сейчас выскочит, значит, можете посмотреть, значит, стоит прекрасно, даже при комнатной температуре, можете хранить, но в темном месте, в шкафчик поставили, чтобы солнечный свет не попадал, и у вас такая икра будет храниться даже при комнатной температуре, в домашних условиях. Стоит такая заготовка до трех лет. Далее сюда уже не стала испугливая девочки доставать, всем всегда все показывала, это маринованные грибы. Мариную все грибы по одному способу. Уж извините, кому-то может маринад нравится, кому-то не нравится, я опасаюсь всегда, я знаю, что этот маринад меня точно никогда не подводил, поэтому я только так готовлю, сахара у меня там нет, провариваю грибы всегда с уксусом, вот и грибная икра, всегда варится все, что я под железной крышкой, все с уксусом. Кто-то мне писал комментарий по поводу, вы вот говорите, а вы знаете ботулизм, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, знаю, знаю, что это такое, у нас даже бывшая моя свекровь, кто меня близко знает, кто знает, значит, она умерла, именно от ботулизма отравилась она грибами, именно грибами. Ее долго спасали, но спасти не могли. Болезнь, отравление, болезнь вот эта страшная, но, дорогие мои, вы все-все-все понимаете, да, что самое главное в консервации, самое главное, это чистота, идеальная чистота, особенно в грибах, в мясе и в рыбе, особенно, да, вот потому что там белка очень много, особенно, значит, идеальная чистота, всегда провариваем грибы с уксусом, и вот промывайте ни в одной воде, грибы должны быть чистейшие, чистые грибы от песка, чтобы нигде земли у вас не попало, вот, ну и соблюдайте эти все правила, и все будет у вас хорошо. Бутулизм, ну, ну, понимаете, вы же, вы когда готовите консервы, вы все равно, вы же понимаете, вы взрослые люди, да, что такое может быть, да, может быть не только с грибами, с мясом или с рыбой, а бутулизм может быть в любых консервах находиться, да, я специально залезла в интернет, посмотрела, значит, на 22-й год почему-то не полная информация, а на 21-й год информация такая, 148 человек по всей территории России заболело бутулизмом, 148, 22 летальных исхода, да, это много, но с одной стороны, да, но с другой стороны, ну, тогда и на улицу не надо выходить, а вдруг нас машина шибет, да, нужно быть везде предельно аккуратными, нужно быть везде предельно внимательными, и тогда мы избежим многих проблем, если вы боитесь консервировать, не делайте этого, вот не понравился вам маринад, неважно чей, мой, не понравился вам маринад, не делайте, не надо, потому что ваша интуиция пусть вас не подводит, не надо, не умейте консервировать, у вас постоянно все взрывается, не делайте грибы, не надо, не надо, боже упаси, но грибы с рук, я вам не рекомендую покупать консервацию с рук, лучше, если вы хотите маринованные грибочки, вы их дома не делаете, но хотите зимой покушать, приобретите их в магазине, в магазине, но не с рук, далее грибы, это маринованные грибы, далее грибы соленые, если у вас нет уксуса, там, в маринаде, в маринаде, если у вас уксуса нет, то обязательно это соленые грибы, любым каким-то способом, сухой засолкой, в рассоле, горячим способом засолка, неважно каким, всегда закрываем только капроновыми крышками, исключение имеют рыжики, рыжики это особые грибы, которые содержат специальные вещества, которые только, вот рыжики, рецепт который дан, горячая засолка рыжиков, подходит только к рыжикам, вот ссылочку я вам оставлю, сейчас у кого-то рыжики идут, у нас идут они плохо, мы ездили, посмотрели, из 10 рыжиков один возьмешь, остальные все червивые, собирать таким способом, тратить время, знаете, там ползать на коленках, ничего не набрать, мне это нет, со мной с прошлого года, еще рыжики есть, я, если даже мы нынче не наберем, нам хватит, вот, не наберем, но, но, вот только рыжики, можно таким способом консервировать, больше никакие грибы, и у меня большая просьба, тем, кто меня смотрит, да, внимательно смотрите видео, я, вот, про эти, именно рыжики, про тот засол, я сказала, ну, я не знаю, раз 10, а еще, наверное, раз 20, в комментариях повторила, только рыжики, только рыжики, больше ничего, ни одни, другие грибы, тем, таком засолом горячим, готовить нельзя, значит, вот, это засол, считается засол, там нет уксуса, но они стоят под железными крышками, вот, вот такие вот грибы, рыжики, да, если боитесь делать, есть другой засол рыжиков, пересыпаем солью, значит, тоже рецепт есть, заходите, смотрите, засолка груздей, есть разные способы, у меня рецепты, да, но не один, значит, остановлюсь просто на вопросы, я вот просто отвечаю на вопросы, которые постоянно идут, да, по рецепту засолка рыжиков в рассоле, это, это мой любимый, ой, рыжиков, засолка груздей в рассоле, это мой любимый рецепт засолки груздей, я его обожаю просто, Потому что грузди получаются изумительные, хрустящие, соль, вот прямо все в норме, вот все в норме, вот все четко и вкусно получается. Значит, ну повторяю тоже не один раз, значит закрыли, самое главное солиться 45 дней они должны, и должны 45 дней они солиться у вас в холоде. Это должен быть холодильник, или если у вас в большом количестве погреб, но температура должна быть от 3 до 7, понимаете, вот холодильник это должен быть, а не 15 градусов, они у вас там закиснут, вы должны это понимать, или тогда не солите, создайте температуру. Если не можете создать, выберите другой способ засолки, говорила уже вам не один раз, иначе у вас появится, все они закиснут. Если стал тягучий рассол, они у вас закисли, и закисли они 90% от того, что вы не выдержали температуру. Я акцент на ней делала в своем видео, температура от 3 до 7. Значит, кто-то чистит грузди, снизу вот эту губочку убирает полностью, да, тогда будет рассол светлее. Мы не убираем, поэтому рассол немножко, она же, кусочки вот эти вот, да, в рассоле будут ее, поэтому у вас рассол немножко будет мутный. Ничего страшного от этого нет, ну, рассол и рассол, да, сверху чуть-чуть образуется пленка белая, ну, да, может небольшая пленочка белая образоваться, но, если вы поставили, температура есть, вы закрыли, груз поставили, сверху над грузом есть рассол, закрыли, оставьте в покое эти грибы. Что вы без конца туда ползаете, в эти грибы? Трогайте их, ползайте, смотрите. Вот я проверяю однажды каждый день. Зачем? Вы туда запускаете микробы, вы туда запускаете воздух, вы туда запускаете свет. Зачем? Не надо ничего этого делать. Поставили, пусть они у вас стоят, солятся в течение 45 дней. Единственное, посмотрите раз в 10 дней, чтобы у вас там не образовывалась плесень. Заглянули, плесени нет, закрыли обратно. Если плесень появилась, дорогие мои, где-то у вас есть ошибка, что-то вы сделали не так, или температура, или соль. Ну, знаете, вот сейчас соль может попасть и что-то не то, ну, вот всяко бывает, да, что-то там, да. Значит, плесень нужно убирать немедленно. Можно ее, знаете, нетканный материал вот так вот положить, поднять, плесень уберется, да. Сверху желательно это все щерпать и чистый рассол снова развести и долить. Вот, посмотрите сами. Надо смотреть тогда на состояние грибов. Через 45 дней я нынче вам постараюсь показать, потому что вот мы сейчас будем доставать из погреба бочку и я буду раскладывать по банкам. Потому что обижаются, что никто не показывает, как раскладывать по банкам. Берете чистую руку, кто-то одевает перчатку, кто-то, в общем, чистота, чистые банки, они должны быть просто чистые. Сухие банки, не обязательно их стерилизовать, потому что вы туда кладете нестерильные у вас вот это продукты. Вот, и все, убирайте весь груз, убирайте все это и начинайте раскладывать грибы. Я раскладываю их просто руками. Беру руками и раскладываю их в банки. И вот так вот накладываю, наставляю на стол, потом процеживаю рассол, потому что мне не надо, чтобы там попалось что-то вот эта зеленушка, да. И этим раствором заливаю каждую баночку. И сверху обязательно, я вам уже показывала, в каждую банку, ну, в капусте где-то показывала, да и в грибах, по-моему, показывала, да. Я капроновую крышечку туда вставляю, и тогда грибы всегда у вас будут как под гнетом там, а сверху будет рассол. Крышкой капроновой закрыли, в подвал отправили. Хранятся такие грибы только в холодном месте. Если вы сделали горячим засолом, есть такой у меня способ на канале, грибы, значит, там-то уже спрашивали, да, почему они вытекают. Они еще, дальше идет у них процесс брожения. Вы залили, не надо заливать, утрамбовать там очень сильно в банке. Грибы должны просто упасть в банку, залили этим рассолом, закрыли опять же капроновой крышечкой, все сделали. Поставили, возможно, то, что они будут вытекать немного первое время, потому что идет процесс засолки, процесс ферментации. Это нормально, это все так и должно быть. Но они ферментируются и готовятся подольше, дольше. Знаете, вот они готовятся, это все просаливаться, недельки, две, три они постоят, и вы можете их пробовать и кушать. Ну, значит, да, есть способ сухой засолки, да, тоже есть такой способ. На килограмм обычных грибов берется 40 граммов соли, ну, кто-то любит посолонее, можно 45, если вы боитесь так. Грибы перекладываются слоями, пересаливаются это все, добавляются специи по вашему вкусу, подгнет тоже. Грибы такие должны простоять 30-40 дней, не меньше, обязательно, чтобы все просолило. Потом такие грибы тоже можно кушать, солить можно в стекле, ну, потому что у нас сейчас нет деревянных бочек. В дереве бот очень хорошо, ну, кто-то может, у кого-то есть деревянные бот-почоночки сейчас такие красивые продаются, бот идеально. В пищевом пластике, в эмалированном, ну, вот так вот, пожалуйста. Вот, сейчас пищевой пластик замечательный, хороший продается, без запаха, немножко дороговато такой стоит, но зато вам надолго хватит. Вроде бы ответила на все вопросы по грибам, не знаю, вот сейчас вот я в видео прям напишу, что ответы на вопросы по грибам, вот именно по заготовке грибов, вот засолка и все остальное. Многие на меня обижают, зачем вы так подробно все говорите, что вы нас за дураков держите, что ли? Боже упаси, даже мыслей таких у меня не было никогда, вот. Мне просто хочется, чтобы, ну, те, кто никто, никогда, вернее, не готовил ничего, тоже смогли что-то приготовить и приготовили именно так, чтобы это было вкусно, чтобы вы зимой, открыв баночку, сказали мне спасибо, да, и чтобы ваша семья насладилась вкусными грибами, вот, а не получила какое-то отравление кишечника, там, и еще что-то, да. Поэтому соблюдайте вот те рекомендации, которые я даю, и я думаю, что грибы у вас получатся на славу, и будет вам зимой очень вкусно. Тем более, что нынче многие регионы грибами завалены, но у кого-то, говорят, грибов и нет, ну, всяко бывает. У нас, я говорю тоже, не сказать, что прошлый год грибов было больше, ну, вот, еще и нету рыжиков, рыжиков нет. Ну, зато нынче большой был у нас, прямо вот слой лисичек шел, мы их и насушили, и наготовили, я и намариновала их, и нажарила, и, в общем, много сделала лисичек, да. За грибами будем вот так, не на одну зиму, я думаю, что хватит. Надеюсь, что и вас природа порадовала, показываю вам, стараюсь, когда мы ездим в природу, ну, может, ну, кому-то не нравится, ну, пролистайте мимо, пройдите, да. А кому нравится, посмотрите, кто-то с вятки, кто-то далеко уехал, хочется посмотреть, да, какая у нас красота. Красота, кто-то, кто-то не видал никогда лесов, кто-то ведь живет в степях, и нет, нет такого изобилия лесов, хочется тоже посмотреть, вот. Поэтому, ну, вот, как тут показывают, да, спрашивали, есть ли у вас звери в лесах, ну, конечно же, есть, конечно, есть. У нас и лоси ходят, очень много глухарей, прямо они сидят у нас на дороге, едешь, все, глухари сидят, кругом на дорогах, очень много попадается. Вот, у нас есть и медведи, у нас есть и лоси, поэтому, ну, стараемся, как бы, ходим все равно с опаской, осматриваемся, понятное дело, встречались и лоси, встречались и медведи, мои дорогие. Вот, я видела лично сама медведя, но это было очень давно, я еще в круглыжах жила, и мы ходили туда очень далеко за грибами, с братом, я помню, и мы видели этого медведя. Вот, вот, он, он к нам не подошел, он от нас встал, мы его увидели, он встал на четыре лапы, и он побежал от нас в лес, вот. Вот, но адреналинчик немножко сам был, конечно, сквотонули, как говорится, вот. Что, волков я не видала никогда, вот. А лосей тоже видели, ну, оси у нас, как часто их можно увидеть. Кабаны, кабанов можно встретить, вот, у нас, ну, вот, вот такие вот звери, которые, да, да, мы ездим далеко иногда бывают, ну, с опаской, конечно, ну, вот так вот. Так что, всякое бывает, лес есть лес, это их, между прочим, дом, это мы туда пришли, а не они к нам. Поэтому нужно уважать тех, кто там живет. Ну, вот и все, все вам рассказала, все показала. Надеюсь, что по грибам все ясно и понятно. Вот видео, вот именно, вот, вопросы на маринование и засолку грибов. Всего вам самого доброго и самого хорошего. Готовьте с любовью, готовьте с удовольствием, у вас обязательно все получится. Если вам понравилось видео, то ставьте лайки, не забудьте подписаться на мой канал, оставьте пару слов в комментарии. Чем больше вы пишете комментарии, тем больше видео будет залетать в рекомендации и его YouTube будет больше продвигать. Поэтому всегда вас прошу, не поленитесь, оставьте несколько слов в комментарии. Я вам буду благодарна и остальные, кто еще меня не видел, им тоже придет в рекомендации мои видео, ну, и они скажут спасибо, что познакомились со мной. Всего вам самого доброго и самого хорошего. С вами была ваша Татьяна. Пока-пока.